Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас приглашаем по дворец художественной гимнастики Ирины Александровны Вина-Русмановой на шоу. Шоу олимпийских чемпионов. Вас ждет, дорогие друзья, феерия. Феерия движения, музыки, света и цвета. Это уникальное сочетание двух спортивных стихий художественной гимнастики и фигурного катания. С вами сегодня заслуженный тренер России, хореограф, постановщик этого шоу Екатерина Сиротина и Елена Щербина. Здравствуйте, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Замечательный талантливый тренер, красивая девушка Юлия Барсукова. И команда эстетической гимнастики Мадонна. Прогладитель Замия Барсукова. Кто из гимнасток может похвастаться таким достижением, завоевав олимпийское золото в своем виде спорта, а владеть другим видом спорта профессионально Юлия Барсукова это смогла. После окончания карьеры она всерьез занималась фигурным катанием, участвовала в шоу по фигурному катанию и самозабвенно видит, любит этот вид спорта. Юлия в прекрасной физической форме. Работать с ним было легко. Любой эксперимент, любые предложения она всегда встречается с оптимизмом, готова учиться вновь и вновь. Замечательная команда. Групповое упражнение из города Ульяновск. Девочки тренируются под руководством заслуженного тренера России Татьяны Николаевны Грибковой. Вот такое пламя разгорелось у нас на помосте. И вновь мы видим Юлию Барсукову и олимпийского чемпиона Максима Маринина. И вновь мы видим Юлию Барсукову и олимпийского. Как красиво сочетаются между собой эти две стихии. По отзывам Максима Маринина, партнерши надо относиться как к хрустальной вазе. Это лицо пары. Вот я думаю, что именно таким образом нам Юлию Барсукову Максима представила. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, Москва! Добрый вечер, дорогие любители и поклонники художественной гимнастики и фигурного катания! Мы рады приветствовать всех тех, кто сейчас находится в этом замечательном, по-домашнему уютном дворце спорта. И, кстати, можно с уверенностью сказать, что сегодня именно в этом центре, настоящем дворце художественной гимнастики, который создан усилиями главного тренера сборной команды России и президентом Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Александровны Винер-Усмановой. Мы все, и это правда, станем свидетелями исторического события. В этом году, поверьте, дворец гимнастики в Лужниках выиграл строительный Оскар в Канах! Это же просто вау! Вау, вау, вау! И я так понимаю, что сегодня у нас рождение нового вида спорта? Фигурная гимнастика? Ну, кто знает, кто знает, мир действительно стремительно меняется. Но то, что показали своим выступлением, и под ваши аплодисменты мы назовем их имена и фамилии. Олимпийские чемпионы Юлия Барсукова и Максим Маринин! Это яркий пример того, что нет ничего невозможного. Также для вас выступали чемпионы мира по эстетической гимнастике и команда «Мадонна». Ваши аплодисменты бронзовым призерам первенства России в отдельных видах и многоборья 2019 года. Команда из Ульяновска и ледовый балет. Ледовая симфония! Они сошлись. И лед, и пламень. И это настоящее предновогоднее чудо. Подарок всем нам. Две олимпийские дисциплины, которые без преувеличения можно назвать не только спортом, но и большим искусством. Сегодня дополнят друг друга и создадут новую палитру незабываемых эмоций. Ну а мне, для меня, поверьте, это большая честь представить ведущую сегодняшнего праздничного шоу. Встречайте ваши аплодисменты! Заслуженный мастер спорта России! Многократная чемпионка Европы и мира! Олимпийская чемпионка Ульяна Данцкова! А в свою очередь я хочу представить ведущего шоу «Лед и пламень» трехкратного чемпиона Европы, четырехкратного чемпиона мира, олимпийского чемпиона Алексея Ягудина! Ну что ж, а сейчас самое время окунуться в сказочную атмосферу зимнего катка. Нам предстоит путешествие аж в 1890 год. Именно в этом году в Санкт-Петербурге на катке Юсуповского сада состоялся тогда еще неофициальный, но все же чемпионат мира. Победителем по всем видам программы стал почетный член Петербургского общества любителей бега на коньках Алексей Павлович Лебедев. Алексея Павловича Лебедева впоследствии назовут дедушкой русских фигуристов, а его триумфальное выступление на том чемпионате наблюдал тогда еще начинающий спортсмен, 19-летний Николай Панин Коломенкин. Так вот, тот самый легендарный Панин Коломенкин, который станет первым олимпийским чемпионом в истории России, взявшим золото на Лондонской Олимпиаде 1908 года в дисциплине «Специальные фигуры». Таким образом, каток Юсуповского сада проложил дорогу к Олимпийскому льду. Именно с него началась триумфальная эра русского фигурного катания. Ну а сейчас все ваше внимание на ледовую сцену, потому что буквально через какие-то мгновения здесь появятся чемпионы Европы, чемпионы мира, бронзовые призеры Олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин. Ну что ж, друзья, шоу продолжается. Оно у нас еще и познавательное. Сейчас мы окунемся в историю. Это действительно культовое место. Юсуповский сад, каток, любимое место горожан. Это то место, откуда начиналось фигурное катание. И какая все же замечательная идея объединить два таких зрелищных, красивых видов спорта на одной площадке. Ее автор Александр Паньков, директор дворца Ирины Александровны, Ирина Русмановой. Его команда, профессионалов приложили много усилий для того, чтобы этот проект состоялся. И вот сегодня мы получаем такое удовольствие от этой красоты. КОНЕЦ Вы знаете, наблюдая за проектами и постановками Ильи Аверпуха, я всегда мечтала, что однажды нам удастся поработать вместе. И благодаря Александру Панькову эта мечта сбылась. Такое удовольствие работать с профессионалами такого уровня, в таких творческих энергиях. Какая изумительно красивая пара перед нами. Оксана Домнин и Максим Шабалин. Статная. Они всегда славились мягким и плавным скольжением, музыкальностью своей, выразительностью, что они сейчас нам и демонстрируют. Ну и, безусловно, ледовый балет Ильи Аверпуха им подстать. Илья Аверпуха им подстать. Илья Аверпуха им подстать. Чемпионы Европы, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр Оксана Домнина, Максим Шабалин и ледовый балет, ледовая симфония под ваши бурные аплодисменты. Ну что ж, выступление ребят зажгли пламя вдохновения для всех зрителей в этом зале и, безусловно, за его пределами. Городские катки станут, наверное, самым популярным местом отдыха этой зимой. Лёш, а что бы ты посоветовал тем, кто впервые встает на коньки? Ну, во-первых, спасибо тем людям, которые приобрели коньки. Спасибо им за желание вообще приобрести эти коньки, надеть их и потом выйти на лёд. Но главный совет, безусловно, это научиться правильно падать. Кстати, уверенность и мастерство – это дело наживное. Со временем всё получится. Самое главное, ведь, друзья, верить. Верить в чудеса и верить в победы. Да, это правда. Вера в себя и в своё дело. Именно эти качества помогли энтузиастам эстетической гимнастики открыть в 1934 году в Санкт-Петербурге высшую школу художественного движения. Объединились ведущие педагоги Института Ритма, многочисленных пластических студий, мастера Мариинского театра. И так вот была создана русская школа, которая положила начало пути к признанию художественной гимнастики на мировой Олимпийской арене. А следующий номер нашего шоу будет посвящён уникальному сочетанию искусства и спорта. Танец – высший разум свободнейшим из тел. И это высказывание принадлежит великой танцовщице Айсидоре Дункан. Оно как нельзя лучше характеризует выступление премьера Большого театра Дениса Роткина и чемпионки России, мастера спорта международного класса Анастасии Гузенковой. Ну и ваши аплодисменты не будут лишнему, друзья. Хлопаем, хлопаем, поддержим тех, кто сейчас будет выступать перед вами. Ну а я бы ещё вспомнила ещё одно выражение Айсидоре Дункан. Тело танцора – это просто светящееся проявление его души. Красиво и точно. Наследный принц Большого театра – невероятно красивый Денис Роткин, который считает, что художественная гимнастика – это больше искусство. Денис уже не первый раз с нами в интересных творческих проектах. Работать с ним – сплошное удовольствие. Трудолюбивый, ответственный, инициативный, с прекрасным чувством юмора. Ну и не впервые партнёршей его становится гимнастка-художница. У него был номер с Лалой Крамаренко, а теперь Анастасия Гузенкова. Рождение гимнастики из балета. В этом танце, в этом номере мы как будто бы видим эту историю. Юрий Николаевич Григорович, легендарный русский балетмейстер, лично утвердил Дениса последним из артистов на такие роли, как «Спартак», «Краймонда», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Легенда о любви». И, конечно же, заслуженно. Очень органично сочетаются ребята друг с другом. Тем более, что звучит прекрасная музыка Жули Масне, Адашва. Такой чистый, изящный танец. Действительно похожий на рассвет, на пробуждение. Очень красивая поддержка. Балет и художественная гимнастика неразделимы. Такие похожие, такие разные. Денис Рускин считает, что если бы все балерины были такие, как художницы, это было бы прекрасно. Ну, тем более, воспитанница олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, я имею в виду Анастасию Гузенкову. Сегодня Денис украшает наше шоу. А уже завтра зрители могут увидеть его в Большом театре, в легендарном щелкунчике. Каждый раз он разный. Браво! Это действительно браво! Вновь ваши аплодисменты мастеру спорта международного класса по художественной гимнастике Анастасии Гузенковой. И также ваши аплодисменты премьеру Большого театра Денису Рочкину! Браво! Мы стали с вами свидетелями настоящего, очень тонкого искусства. Абсолютно универсальный танец, рассказан нам на абсолютно понятном языке. И давайте вновь поблагодарим за это искусство Анастасию Гузенкову и Дениса Рочкина. Гармония души и тела. Вот что объединяет фигурное катание и художественную гимнастику. А невероятная свобода движений это результат упорного труда, поиска и волевых решений. А я бы еще добавил, это магия красоты, воплощенная человеком. Совершенно верно. А сейчас для вас головокружительная, воздушная гимнастка Анастасия Бурдина. Ну а также на льду для вас Иван Региниев. Вы увидите рассказ о том самом вдохновении, благодаря которому мы и отрываемся от земли. Под ваши аплодисменты! Биография в спорте Анастасии Бурдиной очень интересная. Она начинала с балета, затем был большой период художественной гимнастики, были награды, были престижные соревнования. И после окончания карьеры она стала воздушной гимнасткой. Мы познакомились с Настюшей. Уже после того, как она закончила свою гимнастическую карьеру более близко, на проекте «Без страховки» она поразила меня своей смелостью. Ну, давайте немного скажем и о ледовой части этого дуэта. Перед вами Иван Региниев, четырехкратный, чемпион Италии. Тем не менее, азами фигурного катания он овладевал в Новогорске. И по его собственным словам, он давно знаком с художницами. Но вот такой опыт совместного номера для него впервые. Ну, во всяком случае, он человек очень оптимистичный, радостный, жизнелюбивый. Я думаю, что все эти эмоции мы сейчас с вами увидим на катке. Еще, кстати, его называют «Джипси Кинг». Король цыгана, ибо в его жилах течет цыганская кровь. Он очень гордится этим. Это чувствуется, эта кровь. Столько экспрессий в каждом движении. «Джипси Кинг». Характер. Ну и Анастасия, ему подстать. Каждый элемент с такой четкостью. Сложные вращения. И помимо элементов художественной гимнастики, сложнейшие трюки в воздухе. Анастасия Владина имеет опыт выполнения упражнений в невесомости. Он снят клип, и в специальном вайнере, на котором тренируются космонавты, она снималась в этом клипе. Очень бесстрашная девушка. Влюбленная в полеты. Любые идеи, любые снаряды. Шум и без страховки. Да. Все подчинилось ей. Как красиво. Здорово. Четырехкратная чемпионка России по художественной гимнастике. Финалистка телешоу без страховки Анастасия Бурдина. Ну а на ледовой сцене четырехкратный чемпион Италии Иван Регини. Круто. Всегда, кстати, мы тренировались рядом с художницами. Всегда была мечта все-таки совместить эти два замечательных вида спорта. И я рад, что я участвую в сегодняшнем праздничном вечере. Круто. Честно. Эмоции приполняют. Надеюсь, что и вы также наслаждаетесь этим моментом. Ну что ж, а сейчас немного поговорим о 1980-м году. Итак, этот год стал заветным в истории художественной гимнастики. Именно в этом году после завершения 22-х Олимпийских игр в Москве на конгрессе Международного Олимпийского комитета было принято наконец-то долгожданное решение о включении художественной гимнастики в программу Олимпийских игр. В 2000-м году 27-е Олимпийские игры, состоявшиеся в Сиднее, положили начало триумфу российских спортсменок на международной арене. Первенство России в художественной гимнастике остается неизменным вот уже 20 лет. Итак, Сиднее на Олимпиаде первое место в индивидуальном многоборье заняла Юлия Барсукова. А золотые медали в групповом многоборье завоевали Елена Шаламова, Ирина Белова, Ирина Зильбер, Мария Нетесова, Наталья Лаврова и Вера Шиманская. Командные выступления пользуются особым вниманием у поклонников художественной гимнастики. Невероятная слаженность, артистизм, программа, наполненная сложнейшими элементами, стали отличительной чертой, которая позволила поднять планку художественной гимнастики на рекордную высоту. Традиции олимпийских чемпионок поддерживают и следующие участницы сегодняшнего шоу. Сборная команды города Москвы, абсолютные чемпионки России сезона 2020 в групповых упражнениях. Мастера спорта и мастера спорта международного класса Пичушкина Елизавета, Широких Анна, Бережникова Дарья, Ефимова Соя, Софья Евтеева Полина и Луговская Валерия. Ваши аплодисменты! Нам, спортсменам, всегда нужна Ваша поддержка! Да, и все эти 20 долгих, трудных и радостных лет возглавляет Федерацию художественной гимнастики России Ирина Александровна Вина-Русманова. В этом году она получила приз «Гордость России» в номинации «Тренер года» на церемонии национальной спортивной премии. С чем мы от всей души поздравляем нашего главного тренера. Гордимся, это знак качества. Это такой уровень недосягаемый. Недосягаемый. Сборная команды Москвы и в композиции которую поставила Ирина Зиновка замечательный хореограф, очень талантливый и спорной командой России уже много лет. Ансамбль Ивана Купалу сопровождает выступление гимнасток. Работает с командой Наталья Рубова. «Наталья Рубова» По словам, очень много сложных элементов и сотрудничеств с такой скоростью выполняют гимнастки. Простите, Леночка. Я просто хотела добавить, что по словам постановщика этого номера, Ирина Зиновка, очень воодушевились девочки этим музыкальным сопровождением, и, возможно, они оставят для дальнейших композиций этот показательный номер. Это отличная идея, ему очень подходит эта музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А ты знаешь, Ульяна, что наблюдая за выступлениями девушек, я подумал, что помимо высокого профессионального мастерства, у наших спортсменок есть еще один неизменный козырь, который помогает им покорять сердца судей, а также многомиллионной зрительской аудитории по всему миру. И что же это, Алексей? Это божественная красота. У них самые обаятельные улыбки на свете. И это правда. Наши девчонки всегда в отличном расположении духа и настроены на победу. Ну что ж, хорошее настроение – это, безусловно, спутник удачи. А вот когда твоим спутником не только в спорте, но и в жизни является любимый человек, твоя вторая половинка, то любые сложности преодолеваются с удвоенной силой. Быть вместе и пронести через десятилетия светлые чувства друг другу – большое счастье. Такие крепкие союзы – не редкость в спортивном мире. А тех, кто сейчас выйдет на лед, можно назвать любимейшей парой в нашей стране. Ну что ж, дружная, да, творческая, несомненно, и очень спортивная семья. Встречайте, чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира – Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также их очаровательная звездочка фигурного катания – будущее нашей страны – дочь Полина. Поехали! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ С терпением жду проката Полины, поскольку знаю, что эта девочка разносторонне образована. Она занимается и танцами, и рисованием, и конным спортом. И прекрасно стоит на коньках, но родители ждут, пока девочка определится сама, не давляют над ней, какой она выберет жизненный путь. Но с такими генами, я думаю, что будет естественно, если она станет будущей олимпийской чемпионкой. У нее действительно здорово получается. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все сложные вещи в их исполнении кажутся легкими и непринужденными. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Попа и мама могут гордиться своей дочкой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все так синхронно. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И идеально чисто. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И сегодня пользуюсь как раз этим прямым эфиром, вообще пользуюсь этими возможностями, которые дает нам жизнь. Хочется сказать огромное спасибо действительно всем тренерам, неважно какой вид спорта ученики выбирают. Низкий вам поклон. Спасибо вам, Татьяна Анатольевна Тарасова. Я думаю, что эту фамилию знают абсолютно все и за пределами нашей великой спортивной державы. Спасибо вам, Татьяна Анатольевна, за то, что открыли дверь в будущую жизнь. Но сегодня в этом зале еще один тренер, друг, который, собственно, и стоял у истоков создания нашего сегодняшнего мероприятия. Это Илья Авербух. А Илье спасибо за нашу уже настоящую жизнь, за продолжение этого спорта под названием фигурное катание. Ну а я от лица художественной гимнастики хочу сказать отдельные слова благодарности нашему главному тренеру сборной команды России Ирине Александровне Винер-Усмановой, нашей маме художественной гимнастики. Ирина Александровна сегодня с нами здесь, в этом зале, поэтому давайте еще громче и еще больше аплодируем все вместе. Ирина Александровна, спасибо вам за все, спасибо за возможности сегодня быть здесь, в этом замечательном зале и за все, за все, за все. Ну, судя по аплодисментам, Ирина Александровна, ну, ясно становится, что мы все-таки находимся в вашем дворце, а не в Ледомовом дворце. Но я рад, что сегодня два этих великих искусства соединились в один праздничный вечер. Ну а сейчас для вас выступают победительницы первенства Москвы в групповых упражнениях Бережная Софья, Гореева Кристина, Довженко Анастасия, Овсянникова Софья, Гауптман Мария и Шамайка Арина. А также член сборной Краснодарского края Самирохон Салиева, победительница юношеских олимпийских игр, чемпионка Европы по художественной гимнастике Дарья Трубникова. Ну а также, продолжая тему льда, хочу представить вам воспитанников ведущих тренеров по фигурному катанию Сергея Давыдова, Игоря Лютикова, Ирины Жук и Александра Свинина. Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Юная Самирохон Салиева из города Сочи. Изумительная, гибкая девочка. Да, красивая, тоненькая, очень одаренная. Тренируется под руководством замечательного молодого тренера Виктории Власовой. И уже радует нас первыми успехами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Команда группового упражнения. Всероссийского общества «Спартак» девочки занимаются в легендарной школе «Крылья Советов» под руководством заслуженного тренера России Жанны Григорьевны Колотиловой. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень юные, но выполняют по-настоящему сложные связки, элементы. Какие сложные элементы рискованно выполняют фигуристы ледового балета Илья Вербуха. И да, мы видим очень перспективное будущее Александра Шенкаренко и Влада Михайлова. Прекрасная смена подрастает нашим нынешним чемпионам и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. Дарья Трубникова, воспитанница шестикратной чемпионки мира Амины Зариповой. Нашего замечательного тренера, прекрасного человека. Воспитанница Ирина Александровна Ирина Русманова. Прекрасная далека для юной Самирахон, уже титулованная, Дарья Трубникова олицетворяет в этом номере. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы слышим перкуссии. Бонго-бонго. Блистательная Лала Крамаренко. Энергичная, яркая, темпераментная. Быстрая. Чемпионка мира первого юношеского чемпионата мира, который принимал в дворец гимнастики Ирина Александровна Медвина Русмановой. Сложнейшие вращения. Риски, элементы мастерства. Потрясающе. Браво. Браво! Упомрачительная энергетика. И глядя на эти выступления, я даже в какой-то степени завидую художницам. Но хорошо, что дочери многих фигуристов пошли в секции художественной гимнастики. Ирина Александровна, вы слышите, да? Ну так, на будущее будем работать. Прости, я отвлекся. Итак, друзья, зажигательные ритмы и солнечное настроение нам подарили сегодня чемпионка Европы. Первая в истории чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко. Хочется поддержать всех юных спортсменов страны и пожелать им яркой спортивной карьеры. А тем ребятишкам, которые только начинают свой путь в художественной гимнастике и фигурном катании, мы с Лешей даем простой совет. Да, собственно, ничего не нужно, наверное, лишнего придумывать. Просто нужно продолжать работать, смело идти навстречу своей мечте. Потому что вы прекрасно знаете, что чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. И шанс оказаться на вершине Олимпа есть у каждого из вас. Восхождение на Олимп, высшую ступень пьедестала почета на родине Олимпийских игр, можно назвать самой заветной мечтой. И эту мечту осуществили российские гимнастки Алина Кабаева, Ольга Глацких, Татьяна Курбакова, Олеся Белугина, Елена Мурзина, Елена Посевина и Наталья Лаврова. Летняя Олимпиада 2004 года в Афинах показала, что наши гимнастки всерьез и надолго берут шество над олимпийским золотом. Мир увидел революционные изменения в художественной гимнастике. Наши спортсменки привнесли авторские, традиционно сложные элементы, невероятный артистизм и выразительные художественные образы в свои выступления. Ну и конечно же этот успех мы будем помнить всегда. Он стал вдохновляющей основой для целой плеяды выдающихся спортсменок нашей страны. Одной из таких гимнасток является заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка России, пятикратная чемпионка универсиады, двукратная чемпионка мира Екатерина Селезнева. Катя показывает удивительно взрослые программы. Она просто проникающая в душу. Она очень красивая, элегантная, стильная спортсменка. И замечательный человек. Ну а золотом она стала собираться еще со времен средней школы, ибо закончила ее с золотой медалью. Умничка! Все четыре вида олимпийской программы в этом номере представляет Екатерина, обруч-мяч, лавы и ленту. Кассич сейчас работает с прекрасным хореографом Екатериной Дементьевой. Потренирует девочку Ольга Назарова, ее мама. Не только показательный номер, но и все программы Катюши сейчас отличаются смыслом, музыкальностью. Это действительно такая взрослая, как вы правильно сказали, красивая гимнастика. Такие сложные элементы Катюша выполняет не так легко. Здорово! Ваши аплодисменты! Браво! Двукратные чемпионки мира Екатерине Селезневой! И при нынешних, порой закрытых границах, мы все-таки с вами ощутили дух настоящей Греции здесь, в Москве. Мы даже с Лешей немного потанцевали там, за кулисами. Ну, твой танец можно назвать танцем, а мой... Ладно, поработаем немного. Ну, а сейчас мы открываем одну из самых волнительных страниц в истории фигурного катания. Олимпиада 2006 года в Турине стала настоящим триумфом для наших фигуристов. Три золотых медали из четырех возможных завоевали наши российские спортсмены. В мужском одиночном катании Евгений Плющенко. В танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров. Ну, а в парном катании, ну, с особым трепетом, я хочу представить вам эту уникальную пару. Пару, которая стала не раз чемпионами Европы. Пару, которая стала не раз чемпионами мира. Пара, которая принесла нашей великой спортивной державе. Олимпийское золото. Татьяна Татьмянина и Максим Маринин! Очень театральный номер ждет нас с вами. Сопровождает эту композицию выступление струнного дуэта семейной пары меланчелист и скрипачка. Бруклин-дуо. Потрясающая задумка. На струнах души. Действительно гениальная идея и блестяще реализована ребятами на льду. Музыка. Музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ Каждое движение, каждый смах руки, каждая поза так тонко, так красиво, так музыкально. КОНЕЦ КОНЕЦ Настоящий спектакль и настоящие профессионалы — сложнейшие элементы поддержки на высочайшем уровне. КОНЕЦ Лёд и пламень — стихии, которые не могут быть вместе, но сегодняшнее шоу нарушает все законы природы. Мы видим гармонию, мы говорим на одном языке. Лена, я знаю, что объединяет фигуристов и гимнастов. Это творческое начало, безусловно, это музыкальное сопровождение, эстетическое составляющее, высокое мастерство, ну и, конечно же, танец. Стоит отметить, что создание образа спортсменов было бы невозможно без художников по костюмам и, конечно же, хореографов. Работа этих специалистов и мастеров выделяет художественную гимнастику и фигурное катание среди всех остальных видов спорта. Это страсть и пламенная любовь к своему делу спортсменов и тех, кто помогает быть настолько выразительными и яркими, отражается и в их выступлениях. Встречайте, мастер спорта международного класса, победительница вторых юношеских Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы Ирина Аненкова. В начале своей композиции Ирина представит нам сразу же два предмета художественной гимнастики – обрыж и ленту. Эта гимнастка обладает удивительной энергетикой, эмоциями и в то же время изяществом, грацией и твердым характером. Мы знаем, что в ее спортивной биографии были моменты, когда необходимо было преодоление, и она справилась. Фламенко Эта музыка очень идиотерия, и она такая. Так же чувствует, так же работает. Все в гармонии. Кроме всего прочего, эта разновидность фламенко, фарука – мужской танец, но и это подвластно. Гимнасткам необходимо иметь черты характера, свойственные мужчинам. И смелость, и умение достигать своей цели. Безусловно. Молодец! Великолепная Ирина Аненкова! Ваши аплодисменты! Ирина Анатольевна! Ирина Анатольевна! Олимпийский Сочи. Следующая страница нашего рассказа. Более красивой и эмоциональной Олимпиады мир, наверное, еще не видел. Церемонию открытия зимней Олимпиады в Сочи 2014 года посмотрело 3 миллиарда зрителей на планете. Фигуристы из России уверенно взяли три из возможных пяти золотых медалей. В женском одиночном катании олимпийской чемпионкой стала Аделина Сотникова. В парном катании Татьяна Волосожар, Максим Траньков. А в командных соревнованиях, кроме уже упомянутых медалистов, титул олимпийских чемпионов получили Евгений Плющенко, Юлия Лепницкая, Ксения Столбова, Федор Климов, Елена Елиных и Никита Кацалапов. Сегодня не раз лед нашей площадки становился олимпийским. Вот и сейчас на него выходят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. А я бы еще дополнил, что у нас сегодня действительно уникальный вечер. Именно сегодня одни чемпионы Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы сменяют других. Ну и, конечно же, все это празднество происходит под ваши аплодисменты. Катюша из божественных голосов Дмитрия Ростовского для решения в Екатерина Боброва. Столько замечательных проектов было запланировано в этом году, к Дню Победы. К сожалению, не все состоялись. И ходила, песню заводила, Растемного сизого орла. Но те, что счастье получились, действительно, взрогают сердце. И еще и еще напоминают нам о великих подвигах. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так эмоционально, так по-настоящему ребята исполняют эту композицию, что не нужно слов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как я уже говорил сегодня, одни олимпийские чемпионы сменяют других. Ваши аплодисменты! Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв! И они посвятили этот танец 75-й годовщине победы Великой Отечественной войне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Лёш, а как ты думаешь, выдержит ли зал, если мы удвоим заряд юности сейчас на гимнастическом ковре? Я, если честно, уже не знаю, что сказать, но я уверен в одном, что многомиллионная аудитория поклонников именно художественной гимнастики настолько закалилась победами наших российских гимнасток, наших российских спортсменов на международных чемпионатах, что уже не согласится на меньшее. Да, ну что ж, с удовольствием перечислю заслуги наших следующих участниц. Одних только золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира, российских, европейских играх и чемпионатах, у девушек насчитывается 40 на двоих. А если сложить их чемпионские титулы, то получится, что 17 раз девушки становились чемпионками мира и 13 раз чемпионками Европы. Дорогие друзья, встречаем Олимпийскую надежду России сестер Дину и Арину Авериных! Игорь Стравинский, шаг-птица. Наши звезды, звезды мировой величины. Удивительные гимнастки, которые целый олимпийский цикл держали пальму первенства на своих плечах и продолжают это дело делать в ожидании Олимпиады. Мы желаем им успеха, здоровья. И побед, побед, и еще раз побед. Стойкие, выносливые, достойные медали высшей пробы. Желаем также здоровья и терпения их наставникам. Тренерам Веры Шаталиной, хореографу-постановщику Ирине Зиновко, хореографу Веронике Шатковой, ну и, конечно, возглавляющей это тренерское трио Ирине Александровне и Вене Русмановой. Ирине Зиновко, хореографу-постановщику Ирине Русмановой. Вот такие птицы-жар у нас удивительные. Дорогие друзья, в нашей стране не остается без тех спортсменов, которые своими победами, общественной деятельностью и достижениями не приумножали бы гордость за нашу страну. Проходит время, сменяются эпохи, но легенды спорта остаются навсегда. Они ориентир для новых поколений, которые приходят в большой спорт со всех уголков России. Для меня особая честь представить легенд художественной гимнастики и фигурного катания Маргариту Мамон и Алексея Ягудина. Замечательно, что сейчас мы увидим, я думаю, что кумиром многих гимнасток Маргариту Мамон, пожалуй, впервые после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И Алексея Ягудина – уникальные спортсмены. Гордость нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фрагменты знаменитых дорожек Алексея, как всегда, с особым шармом. В прекрасной форме Алексея Ягудина не менее в прекрасной форме. И Маргарита Мамона, я напомню, что она всего лишь год назад стала мамой, и у нее родился сын Лев. Невероятно грациозная. Знаменитые вращения Риты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все чемпионы связаны между собой какой-то незримой нитью. Удивительных качеств, которые в сочетании приводят их к таким ярким победам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как стихии огня управляет лентой Рита Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы Маргарита Мамон. И трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Сегодня вместе собрались восемь олимпийских чемпионов. И это по-настоящему новогоднее чудо. Спортсмены, тренеры, зрители и все те, кто причастен к тому, что фигурное катание и художественная гимнастика остаются самыми популярными видами спорта. Мы все одна большая семья. Новый год – семейный праздник. И я от души хочу поздравить вас всех с новым наступающим 2021 годом. Ну и какой же праздник без баллов? На этот балл нас приглашает Щелкончик! А вот и новогоднее настроение. Сказка? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сказочник Иван Регинин Субтитры создавал DimaTorzok Анна Попова Юная, грациозная, перспективная надежда художественной гимнастики. И вот эстафета уже в руках Анастасии Симаковой. Вальд цветов гимнасток-художниц. Субтитры создавал DimaTorzok Великолепный трюх. И как часовая стрелка, часы бегут вперед, приближая нас к Новому году. Александра Солдатова, блистательная, красивая гимнастка. Вы знаете, так символично, что именно сегодня эту музыку четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о том, что завершает карьеру в качестве действующего спортсмена и начинает новый прекрасный этап своей жизни. Поздравим Сашу с этим прекрасным событием. Пожелаем ей удачи. Удачи, Саша. Вновь команда группового упражнения города Ульяновск. В этом году ульяновские гимнастки получили в подарок собственный дом, дом художественной гимнастики. И помогла обрести его Ирина Александровна Вина-Русманова. Так что в регионах художественная гимнастика у нас развивается бурными темпами. Надеюсь, что в скором времени нас ждет такое же красочное открытие этого дворца. Прекрасно. Сказка продолжается. Роман Костомаров и Оксана Томнина. Принц-Щелкунчик, Божественная музыка. Роман Костомаров. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну и трепак. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В исполнении Алексея Тихонова и Марии Петровой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Художественная гимнастика и фигурное катание сошлись контрастно и очень красиво. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА